Здравствуйте, дорогие друзья! В этом ролике поделюсь своими впечатлениями и мнением о тарифе премиум в Тинькофф Инвестициях. Как всегда, в режиме полной прозрачности. Скажу все как есть. Ранее снимал ролик после подключения тарифа. Как таковых впечатлений еще не было. Прошло более месяца, теперь уже появились устойчивые мысли и стало более ясно, более прозрачно. Можно сделать выводы определенные. Как видите, тариф у меня по сей день подключен. О плюсах и минусах обсудим также в этом ролике. Может быть кому-то будет интересно. Вот перейдем во вкладку премиум. Здесь новости. Часть новостей дублируется с обычного Тинькофф Инвестиции, часть новостей, а не новые. Но, скажем так, что эти новости можно найти в любом поисковике, на РБК, на БКС, любой какой угодно финансовый инвестник. Он эти новости имеет. То есть, тут ничего нового я не нашел, кроме того, что они, ну, по крайней мере, приходят в приложение. То есть, не надо переходить куда-то и смотреть их где-то. Они есть в Тинькове. То есть, в одном приложении это, считаю, правильно, но это не считаю преимуществом тарифа премиум. Это, в принципе, я считаю, должно быть в приложении как в таковом. Приходят вот подобные подкасты «Жадный инвестор». Все самое важное за неделю. Можно послушать интервью специалистов. Вот тут можно начать прослушивание. Также приходит информация по компаниям в преддверии кризиса. Давайте я открою. Возможно, кому-то это будет полезно. Сразу скажу, что поначалу, когда мне подключили Тиньков премиум, он мне совершенно не понравился. Теперь какие-то плюсы я в нем нахожу. То есть, аналитику они свою маленько улучшают. Но тут ключевое слово «маленько». Значит, в преддверии кризиса вот они собрали перечень компаний, которые выплачивают дивиденды и являются достаточно надежными, по мнению Тиньков аналитики. Про них расписано все. Давайте я так коротко пролистаю. Возможно, вы увидите для себя интересный вариант. И сделайте инвестиции. Вот с частью компании я тут согласен, с частью компании не согласен. Но аналитика вещь такая. То есть, можно проводить собственные прогнозы. Что-то все расплылось. Вот таким образом выглядят подобные аналитические отчеты. Интервью. Это то, что касается конкретно тарифа премиум. И давайте дальше. Тут опять новости, новости, новости. Тут они советуются продлевать ли бесплатный трейдинг. И вот такие вот анонсы, сводочки присылают. То есть, достаточно бывают интересные новости. Но, как я уже говорил, ну, 3000 рублей, это, ребята, очень дорого. Конечно, это все неплохо. Но такой аналитики достаточно и в интернете, и у блогеров, и у всех прочих. Если есть желание посмотреть, всегда можно найти эту информацию. Она бесплатна. Также предлагают участвовать в IPO. Как вы знаете, тариф премиум, он дает доступ к расширенному перечню бумаг. То есть, практически все мировые бумаги, также IPO и все прочее, можно приобретать через тариф премиум. Но при подключении мы с вами обсуждали, я выпускал ролик, интересовались, можно ли те или иные бумаги приобрести. Я задавал вопрос личному менеджеру. Да, все можно приобрести. Но чуть позже выяснилось, я приобретать-то ничего не собирался. Но, листая информацию и общаясь, понял то, что приобрести-то я ничего в итоге-то и не могу. Потому что, чтобы что-то приобрести из расширенного перечня, нужно обладать статусом «квалифицированный инвестор». А чтобы соответствовать этому статусу, нужно либо иметь подтвержденный опыт фондовой торговли определенное количество времени, не менее года, если не ошибаюсь, или иметь очень большой баланс на счете. Или иметь профессиональное обучение. Ну, в общем, есть определенные критерии, по которым выбирается квалифицированный инвестор или неквалифицированный. Чтобы получить статус «квалифицированного», нужно соответствовать хотя бы одному из этих требований. Вот я, имея свой счет и текущий опыт, я не подхожу под формальные требования квалифицированного инвестора. То есть, расширенный список для меня на тарифе премиум закрыт. И одно на одно накладывается. То есть, аналитика, она по сути ничего не стоит. Второй момент, то что расширенный список, к которому предоставляется доступ, я один, бог, ничего не могу там купить, потому что у меня нет статуса «квалифицированный инвестор». И, соответственно, тариф премиум для меня не имеет никакого смысла. Только единственный момент, что комиссия в два раза ниже, чем на трейдере. Но на трейдере она мне вполне устраивала. Она 0,05%. Это достаточно мало. Ну, вот на тарифе премиум 0,025. То есть, конкретно говорю про себя. Мне премиум, он абсолютно не нужен. Вот. И произошел такой еще казус. Это, могу сказать, не в пользу Тинькова, конечно. Давайте я вам покажу. Так, это не это хотел показать. То есть, ситуацию я уже объяснял. Мне позвонил менеджер, предложил воспользоваться тарифом премиум. Я отказался. Он предложил на месяц воспользоваться им бесплатно. И потом либо продлить его, либо отказаться. Это все 0 рублей. Я согласился. Так это все и было. В общем, и ближе к концу вот такая вот новость пришла. Оставлю экранчик. И вы ее прочитаете. Вот голубая табличка. Значит, как я ее читаю. Имеет тариф премиум. Значит, 3 месяца можно торговать бесплатно на тарифе премиум, начиная с 1 мая. Комиссия 0% на акции ETF из расширенного списка. То есть, как я это вижу, у меня без того тариф премиум. И еще на 3 месяца он, значит, продляется. Поскольку написано, что можно торговать бесплатно с 1 мая. Точка. Комиссия 0% на акции ETF из расширенного списка. То есть, если я что-то еще на нем и покупаю, тогда 0% комиссия. Напишите в комментариях, как вы понимаете эту новость. Я понял ее достаточно однозначно. Думаю, замечательно, что месяц мне дали бесплатно. И еще 3 месяца бесплатно прибавили. Но, выставив ролик, один из подписчиков, ему большое спасибо, обратил внимание в моих событиях, что с меня списали 3000 рублей. Я очень удивился, начал в этом деле разбираться. Оказывается, эта новость, она не совсем так, как читается с первого взгляда. Здесь я сделал просто скриншот. Эта новость уже ушла вниз. Но если ее открыть, то получается, что вроде как бесплатно торговать на премиуме. Имеется в виду не то, что совсем бесплатно. А то, что вот именно второе предложение, это комиссия 0% на акции и ETF из расширенного списка. В принципе, которыми я не могу воспользоваться. А торговать, в принципе, получается это платно. То есть, абонентскую плату нужно оплачивать. Так что я невнимательно прочитал. Но я считаю, здесь есть и вина маркетологов Тинькова. Потому что они просто-напросто вводят в заблуждение такой информации. Что воспринимается достаточно однозначно. И 3000 рублей с меня списали. Я был раздосадован. Поскольку тариф мне абсолютно неинтересен и не нужен. Писал в поддержку. Благо Тиньков в этом деле достаточно гибкий. И после обсуждения, значит, я свои доводы привел. Что они вводят в заблуждение своими новостями, своими акциями. Что это непорядочно. И, ну, доводы, скажем так, отчасти были приняты. Мне предложили в качестве компенсации 3 месяца бесплатного обслуживания на тарифе премиум. То есть, так они по 3000 рублей, так бесплатно. Но те 3000, которые с меня сняли, я требовал их вернуть. Мне не вернули, поскольку их уже списали. И я какое-то время после списания пользовался тарифом. Но, значит, 3 месяца предложили вперед бесплатных. Это до конца августа тариф премиум. И предложили еще бесплатно карту Тиньков Black Edition. Это премиальная версия карты Тиньков Black. Она стоит 2000 рублей в месяц. Но предложили ее бесплатно. Вот от карты я отказался, поскольку почитал. Для меня там преимуществ практически нет. Это там различные веб-залы, там страхование в поездках, что-то такое. В общем, я этим делом не пользуюсь. Мне достаточно неинтересно. Но вот на предложение 3 месяца премиума бесплатно я согласился. Поскольку это как-то покроет те расходы, которые я понес. Ну, в общем, такой небольшой осадочек остался. Не стал вчитываться в новости. Когда я в какой-то новый банк захожу или во что-то еще. Я всегда все читаю внимательно. Тут уже в Тинькове расслабился. Все прозрачно. Все настолько адекватно и понятно. Без всяких доп. комиссий. Без всяких наворотов. И вот такая вот новость. Раз и... В общем, получилось так, что я потратился на обслуживание. Эти 3000 рублей. Ну, как уже рассказывал, получил некоторую компенсацию. На 3 месяца бесплатного обслуживания. И давайте я буду так коротенько листать. Может быть, вы для себя что-то увидите интересное. Еще что хочу сказать. Значит, по сей день не нашел для себя плюсов. Ни в аналитике, ни в чем-либо еще на тарифе премиум. И был такой еще неприятный момент. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот тут сверху виджеты написано. Они делают различные аналитику и предложения к покупке. То есть, видите, вот те компании, которые они предлагают. С частью компании, опять же, согласен. Например, Energy Transfer LP. Это одна из последних. Точнее, последняя. Которую они предложили. Да, компания хорошая, безусловно. С Cisco есть вопросы. С Tyson Food есть вопросы. С Merck и Pepsi также много вопросов. Вот. И проверял эти предложения на профпригодность. Часть из них действительно, да, были адекватны. То есть, какой-то рост за ними последовал. Но также заметил одну неприятную вещь. Я брал на контроль компанию Xilinx. Она делает оборудование для 5G, если я не ошибаюсь. Вот. Когда это предложение вышло, я сразу в нем засомневался. Посмотрел. Очень компания дорогая. Очень перекупленная по мультипликаторам. И, соответственно, были сомнения. Я взял ее на контроль. Остальные компании я не смотрел так детально. Поскольку пробегался уже раньше по ним. И смотрю, что Xilinx, ну, естественно, у него был очень большой рост. Он ушел в сильную коррекцию. Там на 10-20% полетел вниз после публикации этого предложения. Смотрю, его раз и убрали оттуда. То есть, вроде как, как видите, здесь ничего этого нет. Даже если нажмем все, тут он не появится, этот Xilinx. То есть, вот таким вот образом действует аналитика в Тинькофф Инвестициях. Честно сказать, было очень неприятно. Также написал в поддержку, что это за дела такие. Нужно признавать, в общем, свои ошибки. Или как-то за них отвечать. Потому что люди платят по 3000 рублей в месяц. И, соответственно, получают какое-то предложение. Что вот надо брать. Берут, улетают в минус 20%. И, как ни в чем не бывало, это предложение исчезает. Как будто бы его и не было никогда. Вот таким, в общем-то, это все дело расписал. Что если оставлять только те предложения, которые у вас в итоге выстрелили. Якобы вы работаете в плюс. То люди-то все равно поймут. Те, кто вкладывались. Что у них по итогу-то минус. И все это будет видно и прозрачно. Вот таким вот образом, значит, обстоят дела с Тинькофф Аналитикой. Я также в разговоре со своим менеджером обсуждали условия, значит, этих трех месяцев бесплатного обслуживания. Выдал свои замечания и предложения. Вы также можете их написать в комментариях. Я через личного менеджера, если они будут адекватными, тоже передам. У меня были какие, значит, моменты, что я предложил. Все хорошо. Я был бы готов платить и 3000 рублей за тариф премиум. Если бы на нем была адекватная аналитика. То есть, как я уже говорил ранее, новости здесь обычные новости. Они есть новости. Они выходят после свершившихся событий. То есть, тут уже по факту тут Аэрофлот упал. Там Газпром вырос. Все прочее. То есть, это обычные новости. Это не предостережения какие-то адекватные. Не предложения. А просто новости. То есть, они бесплатные. С аналитикой, я думаю, тоже вы поняли, что ряд компаний в минус, ряд компаний в плюс. Ну, то есть, то же самое, что, в принципе, инвестор бы сам пальцем в небо купил бы или не купил. Результативность та же самая. И, в общем, я бы был готов платить 3000 рублей, если бы действительно аналитика была адекватной. То есть, если они говорят, приобретать компанию на такой-то период, я бы ее приобретал и видел бы финансовый результат. Тогда, да. То есть, имело бы смысл платить и 3000 рублей, и 5000 рублей. В общем, у кого какой баланс, тот бы столько и платил. Но на текущий момент я этого всего не вижу. И бумаги я приобретать не могу. Я думаю, что мало кто из зрителей обладает статусом квалифицированного инвестора. Поскольку это большого-то и смысла не имеет. Заниматься, скажем так, получением этого статуса. Вот и, в принципе, все. То есть, на текущий момент пока так все и осталось. Но единственное, надеюсь, это будет положительным трендом, что стали появляться компании более-менее адекватные к покупке. То есть, тот перечень, который я в начале ролика демонстрировал, где NTNT, Target и все прочее, более-менее компании адекватные. Ну и вот из последних аналитики Energy Transfer тоже адекватный. До этого, говорю, выходили компании типа Axilinx, которые безумно были перекуплены и явный был отскок прогнозировался. Так что, по итогам могу сказать, что на текущий момент тариф премиум не интересен. Я бы не стал бы им пользоваться. Естественно, это огромные деньги, 3000 рублей. То есть, таких предложений навряд ли вы найдете у какого-либо брокера. Настолько дорогих предложений. И на текущий момент не тянет на 3000 рублей. Если трейдер, скажем, был 590, ну за премиум можно было бы там 690 или 750 заплатить, что личный менеджер, там комиссия пониже чуть-чуть. Ну вот это адекватная цена была бы. Но та цена, которую мы имеем сейчас, она абсолютно неадекватна. Я думаю, что в скором времени Тиньков прислушается к доводам инвесторов. Либо поменяют систему работы. То есть, идея-то хорошая, с премиумом аналитика, все прочее. Либо приведет ее в соответствие, что она будет эффективна. Либо, я думаю, что тарифы будут снижены. Поскольку не думаю, что кто-то пользуется премиумом и премиумом он доволен. Ну, по крайней мере, из тех людей, кто не имеет на счете ту сумму, там не буду обманывать. То ли 10, то ли 20 миллионов надо иметь на счете, чтобы не платить за премиум. Вот, в общем, такие впечатления. Как всегда, стараюсь быть максимально объективным. Такой вот честный обзор Тинькову. Пожелаю улучшить условия тарифа премиум. Или сделать адекватную аналитику. С удовольствием тогда буду пользоваться. И будем дальше работать. Но пока 3 месяца у меня есть впереди. Естественно, не буду от них отказываться. Пропользуюсь. И далее переведу на тариф либо инвестор, либо трейдер. В зависимости от системы пополнения счета. Пожалуй, на этом все. Вам удачи в инвестициях. Замечательно, если мой опыт будет полезен. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok